Вы говорите, что если не отбирать эти существа, то быстро они там все вымрут. Конечно. Мы ведь люди уже частично заблокировали у себя этот процесс. По генетике мы с вами об этом поговорим. Во-первых, скажите, пожалуйста, а жители побережья слонового костя или жители в лаосе в алюминии считаете? Считаем. Считаете. Реально, естественный отбор в очень большой степени заблокирован. У каких народов? У всех народов земного страна. В разных странах. В разных странах. У тех народов, где хорошая инфраструктура, где хорошая медицина и тому подобное. У остальных стран нет. То есть на этом ходе. Скажите, пожалуйста, с вашего точки зрения, где я не говорю про инфекционные заболевания в данном случае. Я говорю про генетику. Я говорю про систему передачи наследственной информации. В каких странах рождаются дети с генетической точки зрения более здоровые, а в каких странах менее здоровые? Менее здоровые в развитых. Менее здоровые в развитых. По какой причине? Потому что в стране с плохо развитым медициной, что будет, если у новорожденного какие-то признаки не совсем хорошие? Умрет. Конечно, он умрет. И во всяком случае до создания семьи собственных детей делу не дойдет. В результате из поколения в поколение будут ли накапливаться вот эти дефектные варианты программы? Нет. Теперь берем развитый европейский вариант. Детская смертность – это ужасно. Это правда ужасно. Действительно, да. Поэтому все силы брошены на спасение детей. Отлично. Учимся спасать детей, у которых просто не повезло. Вот нехороший вариант, сочетание, случайная мутация, или просто неудачно совместили с папиной и маминой гемой. Такое бывает. Нашли метод помочь. Помогли. Выжил, ведет полноценную жизнь. Все чудесно. У него полноценная семья. Все чудесно. У него дети. И ничего чудесного в этом нет. Потому что какие варианты генетической программы прошли в следующем поколении? Плохие. Актуационный процесс остановим? Нет. Принципиально не остановим. В результате следующее поколение родилось более болезненно. Для того, чтобы спасти детей в следующем поколении, что надо делать с медициной? Развивая. Развивая. Учимся лечить более болезненных детей. В результате выживают и заводят семьи люди с еще более деформируемыми генетическими программами. Следующее поколение рождается с еще более разбалансированными свойствами. Развивая медицину, чтобы помочь этим людям. Вот по этой дорожке Европа идет, Европа и Штаты. Уже примерно 3-4 поколения. Результаты уже начали сказать. Из того, что я сказал, совершенно не следует. Абсолютно не следует. Что там, я не знаю, какие-то ослабленные детей не надо лечить. Ничего подобного. Вопросы очень серьезные, вопросы медицинской парадигмы 21 века, она будет меняться. Потому что на этих путях эта дорога ведет на ступень, никуда. К тому процессу, который называется генетическое вырождение. Поэтому абсолютно независимо от личного желания или нежелания кого-то там, абсолютно независимо от того, как люди считают по-божески или не по-божески вести искусственное благотворение в развитых странах, в первую очередь в развитых странах. Через полвека, то есть я до этого, конечно, не доживу, а вот вы доживете вполне, будет свидетельно. Изменится в принципе отношение к медицине и в принципе отношение к рождению детей. Если к этому времени охранится мегаполисная цивилизация в современном теле, то есть люди будут жить не маленькими группами, где-то там на куторах разбросанных, где-то по другому другу, а мегаполисными ядерными объединениями, то тогда с неизбежностью. Именно не только для этого, но в очень большую степень для этого развивается молекулярная геология, развивается генная инженерия, развиваются все современные биологические направления форума. Проблема при современном подходе является абсолютно независимым. так что люди, которые считают, что генетически модифицированные организмы, это ужас, 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 созданный, чтобы погубить человечество. Ну, понимаете, ну это люди безграмотные. И ладно, Господь с ними, это их личный вопрос уже. Ну, хочешь считать так? Ладно, считай. Существенно хуже, что объединяясь, такие люди способны существенно влиять, допустим, на направление развития науки образования системы здравоохранения в свое государство. Не понимаю простую вещь. Их идеалы того, как люди должны жить, формированы 2-3 поколения назад, когда никаких мегаполисов на планете не было. Когда городом считалось, которым 2-3 тысячи человек, а иногда даже 3-4 тысячи человек в городе. Вот в этих условиях вполне срабатывают одни рамки и законы. Но когда на одной территории собираются миллионы людей, так дальше нельзя. Что такое популяционная генетика, что такое экология популяции, это вполне жесткие, вполне определенные закономерности. Вы можете, в своих интересах, взять и отменить, там, я не знаю, теоремки Поблова, или взять и отменить земное притяжение. Вот мне очень не нравится, я считаю, что несправедливо, плохо и непоборски иметь земное притяжение. Я взял и написал, там, в главе моего прихода, и в основном президенту, ну, давайте, отменяйте земное притяжение. Ну, написать можно, так ничего не отменяется. Примерно так же и те проблемы, с которыми столкнется человек, что в 21 веке. И оно вынуждено будет меняться. Есть такие вещи, они болезненные, они тяжело переносятся людьми, но это то, что предстоит. Нельзя научиться ходить, если ты не падаешь. Ну, как учится ходить? Маленький ребенок. Вот он сначала ползает, потом учится ходить. Ну, как по-вашему, кто лучше, быстрее, полнее научится ходить. Тот, кто экспериментирует, падает, расшибает нос, царапается и так далее, или тот, кого родители подвешивают. Есть всякие трусы на колесе. Видели, как видите? Такая рамка. Я это видел. Четыре колеса. Сюда трусы шиты. Детеныша вставляют в эту раму. Упасть он не может. И он, перебирая ножками, там звучит родители рады до безумия. Во-первых, он ходит, во-вторых, он не падает, а значит, останется целым. Ребята, он научится координировать свое тело? Нет. Ну что, он дальше так всю жизнь не будет, в трусасном колесе? Нет. Представление о том, что лучше, чтобы вообще были сбуды все пылинки, и никто никогда не обцарапался, которое для некоторого количества мегаполисного населения характерно, ну, далеко не самое лучшее для детей, для следующего поколения.